На библейский портал Экзегет поступил вопрос, в чем мой грех, если я женат на разведенной, ведь не я стал причиной распада ее предыдущего брака. Слава Богу, что не вы стали причиной распада брака. Это слова Евангелия. Евангелист Марк и Матфей передают слова Христа. «Всякий, кто женится на разведенной с мужем, прелюбодействует». Здесь вопрос в том, когда жениться на разведенной. «До развода, когда женщина уже развелась и вышла замуж, либо когда она была в браке, вы начали с ней встречаться, потом женщина, вы подтолкнули ее к разводу и вступили в ней во второй брак. Второй случай однозначно греховный. Даже по канонам церковным, виновной в распаде семьи, в данном случае, если женщина при муже начала изменять и добилась развода, семья распалась, по канонам церковным она не имеет права вступать во второй брак. Она виновна в распаде семьи. Если вы женились на женщине, которая уже была разведена, ну, это ваш выбор. По Евангелию это прелюбодеяние. По Евангелию, это не мои слова. Это Христос говорит. Откройте внимательно Евангелие от Марка, от Матфея, почитайте об этом. Но церковь имеет такое понятие, как экономия. То есть, сострадание к человеку, к его немощам. И даже сами каноны, которые были написаны в начале 4-5 века, которые дышат такой строгостью, они дышат такой чистотой евангельской жизни. Когда в церкви были действительно христиане настоящие. Люди, которые хотели Евангелие исполнять. Понятно, что в наше время многие канонические правила должны быть смягчены. Но приведу вам такой пример. По канонам церкви за блуд полагается отлучение от причастия на 7 лет. За прелюбодеяние отлучаются каноны на 15 лет от причастия. Кто из современных священников, духовников, будет применять такие строгие правила к людям, которые совершили эти страшные грехи и в них раскаялись? Оптимальный период покаяния где-то 40 дней. Может быть, чуть больше, чуть меньше. Обычно после такого небольшого срока мы допускаем кающихся до причастия. Поэтому здесь вопрос в таком индивидуальном решении этой проблемы. И, скорее всего, он будет решен правильно с духовником. Это такая сфера пастырского окормления человека. Если вы хотите жениться на разведенной, это одна ситуация. Если вы женаты на разведенной, это уже другая ситуация. Понятно, что рушить брак нельзя. Нужно продолжать жить с этой женщиной. Но в душе всегда как бы сожалеть, в душе горевать, плакать о том, что надо было, может быть, по-другому свою жизнь строить. Вообще очень грустно смотреть на людей, у которых в жизни есть нарушение Божьих заповедей. И иногда возникает вопрос, ну вот, а зачем человек так делает? Почему он, например, женится на женщине, сам будущий, допустим, чистым, женится на женщине с ребёнком? Ну, кажется, жестоко, да? А что ж теперь мне не жениться? И что ж этим женщинам теперь не выходить замуж? Нет. Женщины, которые развелись, остались детьми, для них, наверное, есть вариант таких же мужчин, которые тоже развелись. Но если ты сам не был никогда в браке, ты, может быть, даже девственник, ты попробуй найти похожее, схожее с собой человека, который тоже будет чистым. И от двух чистых людей будет тоже, наверное, чистое потомство, чистые такие дети. Даже каноны, которые, опять же, о которых мы говорим. Например, священник, он не может быть женат на разведённой женщине. Если ты женился на разведённой женщине, ты не можешь быть священником. Или если ты изменил своей жене, ты тоже не можешь быть священником. Это очень серьёзные греховные шаги, которые несовместимы с служением литургии и проповедью Слова Божией. То есть, твой путь уже будет другой. Это будет покаяние. Поэтому, что скажу, подводя итог. Ну, перед тем, как вступить в брак, хорошо подумайте, надо ли вам это делать. Если вы женаты, живите дальше, но в душе кайтесь, в душе плачьте о том, что вы Божью заповедь нарушили. Ну и, конечно, больше не разводитесь сами. Ну и не допускайте, чтобы ваша жена думала о разводе и уходе к другому человеку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok